Друзья, с вами Влад. В этом видео у меня интервью с околоразработчиком по имени Джампер. Смотрите до конца, потому что много чего интересного. Не пропускайте этот ролик, потому что это очень важный ролик. И ссылочка на самого Джампера в описании. Погнали к просмотру ролика. Так, всем здорово, друзья. С вами Влад. И в этом видео будет со мной Джампер. Мы будем разговаривать о проблемах стендоффа или там просто поговорим о чем-то. Привет, Джампер. Привет, ребятка. Ребят, вернее. Привет, мам. Да, здорово. Я хотел начать... Хотел начать с самого жесткого. С 28. Просто... Что это такое? Просто объясни, что это такое. Кратко. Не длинными такими, знаешь, предложениями. Просто кратко. Для начала. Ну, понятно. Если начать длинными, то это будет очень длинным. Да. У меня целый 20-минутный ролик этому посвящен. Да, я знаю. Ну, кратко. Как сказать? То есть люди почему-то... Как это сказать? Даже не знаю. Есть несколько человек. В частности, возможно, это даже всего лишь двое. От которых пошел-то на миф, что пуля, летящая в голову калаша, наносит всего 28. Ну, это был Говар и... Еще один человек. Да. Уил, да. Да, да, да. Слушай. Ну, я не знаю, когда конкретно это началось, но именно от них и пошло все это в истории со мной. Как бы тогда я с этим столкнулся. Ага. Нет, вообще, как это работает? Как механически? То есть, как оно выглядит и вообще, как это происходит? Почему так получается? Куда на самом деле попадают? Да. Это просто попадание в плечо, в руку, в область бюджей, а в области живота урон уже больше. да я хотел сказать то что я лично лично я не видел ни одного доказательства минус 28 то есть четкого чтобы прям реально в голову упала я видел только знаешь так или когда он в полете каком-то но это понятно то может быть абсолютно и рандомно когда на месте человек стоит и стреляют в голову я не видел чтобы реально было минус 28 ни разу еще такого видел доказать слышу ну да там если даже и был какой-то когда-то минус 28 то видно что нечетко в голову там куда-то уже пониже там сразу видно куда налетит не видно четкого попадания в голову если бы игра была против вот это один момент не было никаких разниц и учитывать это всего лишь показатель задержки отправки пакетов данных стабильность самого интернета причина тому может быть о чем я опять же говорил в ролике все я понял а вот ты сейчас задел ботов мне вот интересно если в стендоффе будут боты то они с ними не будет вообще никаких проблем то есть да получается не ну в плане минус 28 но то что ну вот к примеру смотри если ты уходишь за стену человек тебя убивает вот такого уже не будет может быть проблема только в твоем интернет-соединение в случае с ботами сейчас же так должно быть но смотри я постараюсь объясню откат пакетов у нас реализовали еще в начале пятнадцатого года забылись мои к свободу номер два я рассказывал об этом и теперь же если допустим у тебя плохое интернет подключение то получается видишь все с задержкой в твоих глазах враг убегающий от тебя еще не успел забежать за стену хотя в своем мире он уже находится за стеной но ты видишь опять же все с задержкой ты видишь что он еще перед тобой стоит ты в него стреляешь ты наносишь урон а чувак на своем клиенте видит что он уже за стеной и в него летит пуля наносит урон а вот подожди подожди ссоре что перебиваю может не перебиваю не знаю но слушай и самое интересное когда я играл с другом он с айпада я с андроида да и я провел такой эксперимент он снимал я снимал и он префал из-за стены и получается что я вижу как он просто моментально появляется и я сразу умираю а у него на записи видно как он спокойно выходит нацеливается на меня и только тогда стреляет а у меня это показывается просто настолько быстро что я среагировать не могу и ничего сделать то же самое это просто увидел его пойду не с задержкой до пакет на том что ты уже мертв тебя от сервера на твой клиент приходите по сразу и это так угарно получается он даже даже не двигать не двинул своим оружием и я просто сразу в такой звук на хэдшот просто отлетаю и все то есть эта проблема уже не из-за айпада не из-за андроида а именно из-за интернета получается нет 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 это проблема не в устройстве смотри сейчас я договорил в чем теперь изюминка ввели систему контроля отката пакетов данных и в случае если сервер видит что у тебя соединение сервера нестабильно теряются некоторые пакеты данных он начинает тебя тбш назад именно в этом обновление прошло очень много жало потому что во первых это интернет самих пользователей но даже если с ним все более-менее нормально никак не можешь гарантировать что все пакеты дойдут до сервера и плюс ко всему наши сервера на тот момент по крайней мере или не очень после этого не вроде как менялись но сейчас уже стали стабильнее но это самый лучший показатель так сказать я помню когда я помню когда вышло обновление я помню когда вышло обновление первое с этим откатом данных потому что сразу все начали телепортироваться я помню там чисто все телепортировались без разбору но потом еще одного одного вышло и я уже перестал вообще телепортироваться я уже не помню когда последний раз ты пался игре вот вот об этом я хочу сказать ага то есть лучше ли все намного лучше стало нет 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 наоборот нам пришлось ухудшить этот момент смотри если бы мы оставили все так же как и есть то при любых запинках при любых малейших вот этих рассинхронизации тебе сразу пп шила и пришлось уменьшить воздействие отката пакетов на игрока то есть если бы оставили как есть то если ты видишь чувака с задержкой ты бы просто его не мог увидеть тебя бы просто тп шила все бы откатывал ну грубо говоря теперь же учитывая что тебе слишком часто тп шил разработчики уменьшили это воздействие на самом сервере и то есть ты можешь все равно будучи с высоким пингом повлиять на игру обычного человека в худшую для него сторону то есть если он опять же уже забежал за стену ты видишь что он вот буквально за доли секунды вот еще не успел забежать и наносишь ему это дно пройдет потому что воздействие отката пакетов разработчиком пришлось уменьшить ага понял но мобильный тренд нестабильный да или у каждого кто-то далеко от сервера вообще расположен пришлось пойти на такие меры то есть тут сложно соблюсти конкретный баланс в угоду тем у кого офигенный сфер быстрый интернет и им приходится сострадать от тех кто немного пингует или же в сторону большинства игроков у которых интернет не такой стабильный плюс еще и наши сервера тоже не всегда стабильные но зато он их не тпшит и им было и более менее приятное как раз ты такие длинные ответы даешь то я уже и забыл какие вопросы хотел задавать тебе длинно рассказываешь то это прям жесть так что я хотел слушаю вообще мы хотели начать с того кто такой да ну ты у нас около разработчик как это Dev Assistant помощник разработчиков ну вкратце если так сказать около разработчиков слово не существует но я так понимаю мы как-то умудрились внедрить этот термин и оно вошло в обиход что даже в своих роликах я говорил что мы Dev Assistant и слово около разработчиков существует но это уже нам никак не так что скажу так около разработчиков это около разработчики вернее это небольшой отряд людей отвечающих за многое в зависимости от обстоятельств и востребованные аспекты они ближе комьюнити чем к разработчикам получается то есть они отвечают за комьюнити а не за саму игру ну многое вообще на самом деле дело ну смотри помогаем разработчикам во многих сферах там те же тестирования там каких-то отдельных билдов или же полноценных либо просто обсуждения нововведения всяких фишек механики и тому подобного ага механик я понял то есть область помощи имеет довольно широкие границы кто-то конкретно может помочь составлением текста для подстав официальных сетях к примеру а кто-то тестирует античетную уязвимость и вовремя сообщает все найденные им новые способы обхода защиты кто-то помогает со спонсированием кто-то заведение суть сетей и при этом некоторые задачи у всех могут быть одинаковыми опять же зависит от выстребованности там от обстоятельств и наличия свободного времени у конкретного человека а вот мы такие универсальные люди хотел спросить про привилегии типа всем интересно вот что получает взамен сами около разработчики то есть ты получил айди буквенное а что еще такого интересного ты получил кроме а получаем ли мы вообще что помимо того что вы видите это на самом деле конфиденциальная информация а окей сказать что я либо получаю зарплату типа подтвердить либо опровергнуть я тоже не могу опять же это конфиденциально но не знаю даже говорить нет по сути за пределами самой игры мы ничего не получаем в игре мы можем получить заранее те же скины из новой коллекции уже когда выйдет сама ну это это все знали да чтобы тестить да ну чтобы опять же распределить их степень редкость и подержав это уже от первого лица посмотреть на него в самой игре а не просто покрутить в инвентаре о том же ну да да ты говорил кстати в видосе я помню ты рассказывал про это что тебе дают скины на время там вроде чтобы потестить по сути тут еще нового нет ну да ну спасибо тебе мы уже даже тут такое длинное получилось немножечко спасибо что пришел и удачи тебе там в развитии канала что бы ты еще хотел от себя рассказать что-то возможно не знаю даже что бы хотел сказать я бы вообще попросил в наших комьюнити быть немного добрее по сути это все окей не перед всем вопросом и лучше проверять информацию прежде чем распространять но также посмотреть мое видео спасите нашей комьюнити да ссылка я ссылки оставлю в описании тогда на этот видос да там много положительных комментариев я выложился как это не тот конкретный результат который хотел бы видеть я ну по крайней мере это лучше чем вообще ну да ну спасибо тебе давай тогда удачи удачи всем спасибо ребята что досмотрели до конца переходим на джампера и тоже смотрим его видосики давайте удачи так ребятушки джамперу все понравилось я доволен и он еще сказал то что вы можете задать вопросы в комментариях и мы возможно в следующем ролике вместе с ним ответим на эти вопросы а еще хочу сказать что ссылочки на все в описании а мы уже идем спать